В данном видео я покажу, как провести диагностику газораспределительного механизма при помощи датчика разрежения. Покажу, как подключить датчик к двигателю, как настроить мотор-тестер МТ-Про и как правильно выполнить запись сигнала для дальнейшего корректного анализа. Покажу это на примере автомобиля Subaru Impreza с двухлитровым двигателем EJ-20. Данный тест позволяет провести экспресс-диагностику системы газораспределения. Для его выполнения понадобится датчик разрежения, индуктивный датчик синхронизации LX1 и мотор-тестер МТ-Про с программным обеспечением. Хочу сразу отметить, что есть два метода проведения данного теста. Первый – это запись пульсации давления на работающем на холостом ходу двигателя. А второй вариант – это запись пульсации на стартерной прокрутке. Оба варианта имеют определенные преимущества и недостатки, но их деталям я посвящу отдельное видео, а сейчас я сделаю акцент только на правильность подключения датчиков. Оба теста я рекомендую проводить на прогретом до рабочей температуры двигателя. В случае, если двигатель совсем не запускается, то уже выполняем тест как получается. В первую очередь необходимо проанализировать конструкцию впускного коллектора диагностируемого автомобиля и найти оптимальную точку для подключения датчика. Она должна располагаться равноудаленно от всех цилиндров двигателя. При этом будут вноситься минимальные погрешности в форму сигнала. Иначе придется учитывать этот фактор уже при анализе. В данном случае на впускном коллекторе есть подходящий штуцер, к которому подключается регулятор давления топлива. Он находится более-менее симметрично относительно подводных каналов. Отключив регулятор от впускного коллектора, мы изменим режим работы топливной системы. Однако на проведение данного теста это никак не повлияет. Поэтому сдергиваю трубку со штуцера и подключаю на ее место датчик разряжения. Как правило, для этого необходимо использовать резиновую трубку соответствующего диаметра. Длина этой трубки должна быть как можно короче, в противном случае сигнал будет искажаться. Подключаем датчик. Следующим этапом будет подключение индуктивного датчика синхронизации. Подробнее о деталях подключения этого датчика я расскажу в отдельном видео. Кстати, этот тест можно провести и без датчика синхронизации, используя только датчик разряжения. Но тогда можно будет сделать вывод только о наличии или отсутствии проблемы, а привязать ее к конкретному цилиндру уже не удастся. Эти методы можно пользоваться для экономии времени или если установить датчик синхронизации проблематично из-за конструктивных особенностей двигателя. То есть в таком случае мы подключаем только датчик разряжения, быстро просматриваем сигнал пульсаций. Если проблем не обнаружено, то переходим к другим тестам. Если проблемы есть, то подключаем датчик синхронизации и повторно проводим тест для конкретной локализации цилиндров с проблемой. В данном видео я сразу покажу, как выполнить полноценный тест. Для этого достаточно просто закрепить датчик в районе катушки одного из цилиндров. Хочу обратить внимание, что как правило датчик устанавливается на катушку первого цилиндра, но в моем случае двигатель оппозитный и доступ к катушке зажигания второго цилиндра намного удобнее, чем катушке зажигания первого цилиндра. Кроме того, тут необычный порядок работы цилиндров, и все это нужно будет учесть в дальнейшем при настройке осциллографа. Самый быстрый способ крепления датчика, это приклеить его двухсторонним скотчем к катушке, что я и сделаю. К сожалению, очень плохая видимость. Катушки зажигания второго цилиндра, но я попытался максимально приблизить, чтобы вы убедились, что датчик находится на катушке зажигания. Итак, все необходимые манипуляции с подключением датчиков к двигателю завершены, и теперь нужно подключить датчики к мотор-тестеру. Я рекомендую это выполнять в следующей последовательности. Запускаем программное обеспечение МТ-Про. Нажимаем кнопку «Рабочее окружение», «Сравнение цилиндров», «Датчик разряжения на впуске». После выбора этого пункта происходит автоматическая настройка параметров осциллографа для записи соответствующего сигнала, а также появляется вкладка «Сравнение цилиндров», позволяющая выполнить автоматический анализ выбранного сигнала и выводить статистическую информацию. Возвращаемся ко вкладке «Осциллографа» и обращаем внимание на активные каналы. Программа сама рекомендует, какому каналу какой датчик подключать, а также делает необходимую преднастройку входного диапазона. При необходимости все это можно изменить, но необходимости такой нет, поэтому слушаемся рекомендации и соответствующим образом подключаем датчик. Разъем датчика разряжения к первому каналу осциллографа. Датчик асинхронизации к девятому каналу. Итак, все необходимые подключения я произвел. Теперь приступаем непосредственно к проведению самого теста. Не стоит забывать про технику безопасности, поэтому перед запуском не лишним будет проверить, что кабеля датчиков и другого диагностического оборудования находятся на безопасном расстоянии движущихся деталей, а также убедиться, что коробка находится в нейтральном положении и только после этого приступать к запуску. Теперь необходимо подождать некоторое время, чтобы обороты холостого хода стабилизировались. А я пока выполню окончательную настройку в окне анализа. Перехожу на вкладку сравнение цилиндров и изменяю порядок работы цилиндров, так как на этом автомобиле цилиндры работают в последовательности первый, третий, второй, четвертый. В этом окошке я проверяю, что в качестве основного сигнала у меня используется сигнал с первого канала осциллографа. В окне синхро выбран канал синхронизации. А в следующем окошке я задаю номер цилиндра, по которому у меня подключен датчик синхронизации. В моем случае это второй цилиндр. Итак, настройки проведены. Возвращаюсь на вкладку осциллограф и запускаю запись. Видим окошко, которое говорит о том, что проводится автонастройка датчика синхронизации. Она занимает некоторое время, но после этого сразу начинается запись сигнала. При необходимости автонастройку можно отключить. Также мы видим, что амплитуда сигнала занимает только определенную часть от полной амплитуды входного диапазона канала. Поэтому мы можем ее увеличить. Для полноценного анализа достаточно порядка 10 секунд записи. После этого можно останавливать анализ и глушить двигатель. Сейчас подробно вникать в детали анализа данной селлограммы я не буду. Лишь скажу, что она соответствует исправному и равномерно работающему двигателю. Об этом говорит периодичность и повторяемость сигнала. Практически идентичные по высоте пики и впадины. Отклонение какого-либо одного участка сигнала будет свидетельствовать о наличии проблем в двигателе. О том, как их распознать, я сделаю отдельное видео. А пока лишь покажу некоторые инструменты, которые облегчают анализ сигнала. Первый инструмент – это окно сравнения. Как вы видели, все необходимые настройки я уже выполнил перед записью оселлограммы. Остается только нажать кнопку «Анализ». При этом участки сигнала отобразятся в соответствии с цилиндрами, к которым они относятся. Можно изменить режим отображения для более комфортного сравнения с селлограмм. Также полезно будет обратить внимание на окно статистики, которое позволяет просматривать усредненные рассчитанные значения в виде бар-графиков, либо в виде линейных графиков. Это позволяет быстро находить аномалии сигналов и переходить к анализу этого участка. Вторым полезным инструментом является линейка. Она позволяет привязать какой-либо участок сигнала к фазе работы двигателя. Линейка умеет автоматически настраиваться под разные сигналы, в том числе и под сигнал датчика разрежения. Итак, теперь я расскажу о втором методе диагностики. Этот тест я рекомендую проводить в случаях, когда двигатель не запускается, либо нужно исключить проблемы, связанные с нагрением топлива, и сделать акцент на диагностике механической части. Необходимыми условиями проведения теста являются исправный и полностью заряженный аккумулятор, а также исправный стартер. Для проведения теста я должен заблокировать двигатель от запуска. Как правило, это делается одним из четырех способов. Отключением системы зажигания, отключением датчика положения коленчатого вала, отключением форсунок, либо топливного насоса. Недостатком первых двух способов является отсутствие искрообразования и, как следствие, отсутствие сигнала синхронизации. Для экспресс-диагностики этого вполне достаточно, но для полноценного анализа сигнала синхронизация нужна. Поэтому буду отключать топливный насос, так как доступ к форсункам тут довольно затруднительный. Для этого я извлеку предохранитель топливного насоса. Теперь запущу двигатель и дождусь, пока он не выработает остаток топлива в системе. Дополнительно покручу немного стартером, чтобы отработать все-таки остаток топлива. Теперь мы добились условия, когда двигатель не запускается. Теперь выполняю тест в такой последовательности. Первым делом я уменьшаю чувствительность входного диапазона первого канала. Это необходимо, так как амплитуда пульсации давления во впускном коллекторе при стартерной прокрутке значительно выше, чем при холостом ходе. Вторым шагом я отключаю автоматическую настройку синхронизации. Теперь запускаю запись и прокручиваем двигатель стартером. Останавливаем запись. Итак, тест закончен. Можно приступать к анализу сигнала. Итак, подводим итоги. Основные нюансы по подключению датчиков к двигателю я изложил. Методику анализа осциллограмм я покажу в других видео. А также не забывайте после проведения теста демонтировать все датчики и вернуть трубки и предохранители в исходное состояние. Спасибо за внимание. Удачи в диагностике.